А мы вообще можем разговаривать, кстати, о новостях? У нас сейчас острая тема стоит в России. А что, сейчас нельзя говорить вообще о новостях? Из-за чего сейчас нас в России могут посадить, если мы будем просто что-то говорить? Давайте-ка. В принципе, из-за чего угодно, из-за чего угодно. Если мы будем людьми и неугодными власти, нас могут посадить за любые слова. К сожалению, это так. Где они? Где их можно взять, забрать, пофигу? Главное не купить, а по-другому варианту вообще. Сейчас я выберу катышки. Нет, между губ. Добрый вечер, дорогие телерадиоуслушатели. В эфире очень развлекательная, позитивная, интеллектуально осмысленная передача, тема которой... Ну, давайте тогда начинать. Здравствуйте. А что ты хочешь? Какой тема? Что сейчас происходит у нас на Донбассе? Как тебе такая тема? Что это канал? Канал? Это мой канал. А что это канал? Просто я сейчас не слежу, не знаю, какими новыми тенденциями. Что там ты ковыряешься, что там у тебя в сумке? Там электроника, кстати. Может быть, вы знаете какие-нибудь такие интересные новости, о которых мы не знаем? К сожалению, новости в нашей стране – это запретная тема. В жопу новости. Придумай нам какую-нибудь тему для сегодняшнего выпуска. Блин, ну... От душинской. Чисто от души? Да. Как люди относятся к тому, что сейчас происходит в мире? А что... Почему так много агрессии? У меня просто лицо немножко зарегистрировано от арган... Марка. Что-что? У меня лицо зарегистрировано отдельно. И плюс у меня есть большие проблемы с твоей... Ну, тогда мы не будем тебя снимать. Можете снять, просто я закрою. Закрывайся, конечно. А так, попробуйте спросить, почему люди перестали быть такими человечными? Как вас зовут? Софья. Софья, вы скажите мне, насчет чего взять у вас интервью? Насчет того, что сегодня прекрасная погода. Это интервью насчет того, что сегодня прекрасная погода. Ну, рассказывайте, как вам сегодняшняя погода? Хорошая, на улице комфортно. Не светит солнце. Вот, не слепит в глаза. Я солидарна Софии. Софьей. Вот. Ой, как это было круто. Вам как погода? Нас покажут по телевизору? Вас покажут не по первому каналу. Ну, давайте поговорим на тему искусства. Давай. Меня зовут Мартыновский Михаил Александрович Штрадивари Мерцелос. Я представляю проект Sound Ultimatum. Также у меня и в городе Санкт-Петербурге есть очень крутые друзья, которые занимаются поэзией. Также устраивают мероприятия. Также люди, которые могут помочь с записью музыки, со сведением материала, даже с рекламой. Вот ты когда последний раз, бабушка шла, с сумками брал и просто вот подходил, бабуль, давай я тебе помогу. Брал пакет и просто наносил до дома. Вот просто проходя вот по городу. Сейчас мне надо подумать. А я сегодня это сделал сейчас, вот 15 минут назад. Придумал, я придумал. Мне не попадались такие бабульки. Бабульки? Они вокруг нас. Вот бабульки сидят, видишь там? Как ты думаешь, что они продают? Они на последние деньги что-то скребают. А как вы зовут? Меня зовут Евгений. Евгений? Хорошо, у вас очень красивый, уважаю Евгений. Спасибо. А, по поводу погоды я хочу сказать. Погода говно. Я люблю солнце, я люблю, когда тепло, когда жара. Питерская погода, из-за нее у меня гайморит, соплищи, постоянно мокрота вот эта вот зеленая. Новые новости, тавтология. А вы в курсе, что... А мы вообще можем разговаривать, кстати, о новостях? У нас сейчас острая тема стоит в России. А что, сейчас нельзя говорить вообще о новостях? Ну, есть же просто новости. Есть же просто новости. Не те новости, о которых нельзя говорить. А о каких новостях нельзя говорить, кстати? Я хочу поговорить о тех новостях, о которых можно говорить. Например, о том, что РПЦ... Извините, продолжайте. Продолжайте. Нет, 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 РПЦ, да. Да что, РПЦ хочет запретить аборты, например. Это очень горячая тема, которая меня достаточно сильно волнует. Путин развивает внешнюю политику. Почему он не хочет заглянуть во внутрь страны и изменить то, что происходит сейчас? То, что здесь... Ребят молодых, да, у нас наркоманов много. Из-за чего? Из-за того, что... Да, пытаются закрыть. Так сами полицейские же это все продвигают отчасти. Вот серьезно. У меня не было сбит полицейским, сфальсифицированы были именно действия относительно того, что я продавал наркотики. И просто из-за того, что у меня был свой бизнес. Я им когда-то помогал, взламывал телефон злоумышленников, но меня взяли и попытались посадить. Я проживал в городе Калининград. Также продолжаю там делать и записывать свой проект. Продолжаю творить искусство. Я не знаю, что именно значит для кого-то, но я считаю, что искусство это та жизнь, в которой ты живешь. И в которой тебе нравится преодолевать свои новые цели, создавать свой мир. На данный момент я написал, у меня есть уже записаны два альбома, которые есть уже на всех площадках. Ну типа красава. Ну продолжай. Ты, если сейчас что-то сделаешь такое, вот есть у меня одна такая тема. Эта тема, она разорвет просто интернет тем, что она зацепит самая больная. Подойди к любому вот здесь, попроси помощи из вот этой толпы. Я тебе скажу, как человек, у которого 8 клинических смертей, я людей здесь вижу очень хорошо. Тебя я вижу тоже как человека. Если к тебе подойду, то ты увидишь, что не бомж, более-менее одет, культурно разговаривает, дикция правильная. Ты поможешь по возможности. Пожертвовать что-то свое ты сможешь для того, чтобы помочь человеку. Готовы ли вы вообще люди вокруг на жертвы для того, чтобы помогать ближнему? Я готов. Я жертву. У меня нет ни квартиры, ничего. Но у меня часы дорогие мне подарены. И не одни, у меня на другое. Нифига себе. Я все это восстанавливаю. У меня простанственное мышление. Я смотрю между строк на всемирных новостях. И я не понимаю, почему настолько идиотизм развивается вокруг нас. Когда дети просто растут у нас стопроцентными потребителями, которые ничего не могут... Есть такая песня, фестиваль. Мы вышли поиграть на улицу. Настроение отличное. Какой был вопрос? Сейчас. Как насчет сэмплов? Одобряю. В основном это идет как сэмплы. Какой-то нарезанный голос, хорошо сведенный, ну и звучит. Но в основном для каждого продюсера, для каждого вейбла, если вообще кто-то планирует звучать, то, ну, естественно, нужно именно делать кочевую музыку. А, нельзя говорить про геев. Нельзя говорить про... О шарфах нельзя говорить. Этих носках-то радужных нельзя говорить. Блин. Нельзя же говорить. Что делать? Я сегодня, кстати, в радужных стрингах. Я сегодня не буду разываться. Кто-то в начале может вас абсолютно не понять. Это зависит от вас. Как вы представляете свою мечту и как вы готовы к ней идти? Какой лабиринт вы готовы из этого пройти? Кстати, да, вы можете посоветовать какое-нибудь заведение? В Санкт-Петербурге, к сожалению, я вам не смогу посоветовать никакое заведение, потому что мне уже 35 годиков и примерно уже лет 13 я непрофессиональный тусер. Но 13 лет назад я, конечно, здесь... Эх, в день я мог посетить по 3, 4, 5, а то и 7 клубных заведений. Мы там шарахались. Пили шампанское. И нюхали как... Это все будет вырезано. Что-нибудь еще нюхали? В те годы это можно было. Сейчас нельзя. Сейчас вообще нельзя ни хрена ничего не говорить. Делать ничего нельзя уже. Понимаете? Ничего нельзя в этой стране делать вообще ничего. А мы не попадем за решетку после ваших этих слов? Видите? Мы можем попасть за решетку из-за каких-то слов. Просто слов. Каких слов? Что я такое сказал? Из-за чего мы можем попасть за решетку? Из-за того, что 13 лет я нюхал... Было дело. Привет. Было дело. Но все бездарно прошло. А что? А из-за чего нас еще могут... Давайте поговорим об этом. Из-за чего сейчас нас в России могут посадить, если мы будем просто что-то говорить? Давайте-ка. В принципе, из-за чего угодно. Из-за чего угодно. Если мы будем людьми неугодными власти, нас могут посадить за любые слова. К сожалению, это так. К сожалению, ребята, это так. Мне кажется, я сейчас на себя наговариваю. Я пошла и хватит. Как вы относитесь к тому, что есть новости и те новости, о которых нельзя говорить? Что мы живем в такое время, когда вот такое время есть, в этом время. Как к Волан-де-Морту. Их нельзя произносить вслух. Вы спрашиваете, как относиться к этим новостям? Как к Волан-де-Морту? Как там относиться к Волан-де-Морту? Я забыл. То имя, что нельзя называть вслух. Значит, это те новости, которые нельзя произносить вслух. Все сложно. Двашка не соображает вообще них. Что для тебя самое главное в жизни? Вот смотри. Я задам вот такой очень интересный вопрос. Что в жизни главное? Секс, деньги, власть или знания? Что? Вот распредели их по уровню. Не из всего того, что ты перечислил. Ни один пункт я не выделил. Самое главное в нашем мире это знания. Запомните. Почему никто не хочет это понять? Что я должен знать? Историю. Физику просто в жизни применить. Квантовую физику, да. Ты сам должен искать где-то, что-то продумывать, что-то делать. Также у меня есть человек. Александр Неамон. Он ведет проект «Снится вишня». Также помогает поэтам смело декламации. Пишет музыку. Также выпускает сборники. В основном я люблю как бы и поэзию, а также и направление рэп. Рэп может быть разным. У меня последователи есть. Реально пацаны, которые... Вот. Я ему помог. Нужна была 20 тысяч долг. За квартиру ему надо было заплатить. И его поставили. Верят, пришли и сбили его. А его обокрали. А чувак продает просто... Ну, я просто скажу, бошечки, цветы, натуралку, растит. Блин, я за натуралку, но ни в коем случае нет какой. Химию, вот это, солевые ходят. Да вы посмотрите, сколько ребят на химии сейчас умирает. Вы просто взгляните вокруг. Культура употребления пропала. Нет, не культура употребления, не культура, блин, просто объяснение людям. К наркологу придите. Он просто говорит, а это говно, вот это ты тебя угробишь, это все от тебя погубит. Кажется, дождик начинается. Давай встанем около кроссовка. А так я хочу пожелать всем музыкантам, поэтам, рэперам, которые пишут и делают свою музыку, чтобы они не останавливались и продолжали идти к своей цели. Никто не сказал, что это просто. Я передумал. Подожди, давай лучше он встанет около кроссовка, а то камеру зальет. А на нас насрать. Нет, пацаны все долбят. Просто ты за полгода видишь, как люди просто разрушают. Провинциально мы горят. Нет, да, это праздник. Не попал. Это косяк, стоять. Это косяк, несерьезный косячок. Не поднимешь, не закинешь. Конечно, подниму, когда мы закончим наше великолепное интервью. Нет, мы сделаем, что мы так... Мы должны делать по красоте. Конечно. За один взятие. Да, давай. Делай это за свое одно взятие. Меня не предписывай к своему косяку, брат. Ну, а подсадили на мефедрон с долбанной солью, который, блядь, вот здесь, вот просто везде. Вот в Архангельский город другой, да. Где я сейчас чуть-чуть спалил себя не кисло. Но не суть. Из другого города. Неважно, короче. Любой провинциальный город, который вы просто возьмете по радиусу вокруг центра России, 85% наркоманов. Ну, так-то мы ничего плохого пока еще не наговорили. Или наговорили. Вот что мне интересно. Шепотом можно? Давайте, давайте, давайте шепотом. А потом вы это не будете вставлять? Не буду обязательно. Путик. Главное исполнительное, я скоро приду и отмечусь. Простите, пожалуйста, ситуация такая, Дуа. Света Йовера. Среднее поколение, оно просто гниет. Молодежь, которая сейчас сучится и в которую он вкладывает свои силы и усилия, она еще молодая. Она просто еще не сможет нормально тянуть страну. Никак. Ну, и последнее, что я хотел в завершении сказать, чтобы каждый человек стремился ко всему, не боялся вообще себя и просто шел к своей цели. А все остальное покажет один большой результат. С вами был Штрадивари Мерцелос. На этом мы закончим? Да. Ну, спасибо. Давай. А то поколение, которое в его момент прихода было, вспомните, 2000-е, наркотики в бешеном количестве, рейва, фестивали. Да, музыка это что-то новое, приоткрыла нам новые возможности. Но наркотики, они испортили очень многих людей. Когда вот это все происходило, очень... Честно признаю, тоже употреблял. До хрена чего. А что, фотосессия? Да, фотосессия, хотим пощелкать тебя. И интервью берем. А по какому поводу интервью? По очень серьезному. Давайте задать вопрос, я готовлю. Не, ну вопросы ты задаешь. Хорошо, я вам задам вопросы. Я сейчас проходил мимо по той остановке, смотрю, лежит Nike-кроссовки. Они стоят вот 7 тысяч, они мне так понравились. Прихожу, сейчас смотрю, тут вторая пара, только вообще другие кроссовки. Их походу какой-то хопперфит расставливает, да? Это вопрос уже? Да. Кто их ставит? Где они? Где их можно взять, забрать? Пофигу. Главное не купить, а по другому варианту вообще. Что случилось? А, время, вам нужно играть на балалайке. Ну, короче, ему уже нужно играть на балалайке, надо заканчивать. Ну, мы с тобой классно потрендели. А с кроссовками я не знаю. Ну, походу, я. А ты просто меня внимательно слушал. Очень внимательно. Ну, все, я погнал тогда. Все, тогда удачи вас. Давай, Душинская. Давай, счастливо. Берегите себя. И когда я уезжал, он на меня набросился с ножом, с криками, я у него что-то украл. Кепа, привет, когда-нибудь, может, увидишь это. Привет, Кепа. Мудак, Кепа. Ты мудак, Кепа. Я тебе напрямую могу то же самое сказать. Спасибо тебе, что мы погнали. Жень, я хочу, чтобы у вас хорошая была сегодня запись. Спасибо. И на ней набрали максимальную монетизацию. А Душинский в душу. Пока. Счастливо, ты себя тоже. И это наша развлекательная, очень юмористическая, позитивная передача. Спасибо всем, что вы смотрите ее. Ставьте дизлайки, пишите галимые, хорошие комментарии. И подписывайтесь на канал Ивана, он оператор. И на... Инстаграм. Инстаграм. Демида. Демида. Б-Е-В-З, нижнее подчеркивание, Демид по-английски. Выкладываю истории, не про уличную музыку, просто со своим лицом. Да. Аллилуйя, ребята, до свидания. Страшно. Не вставай. Улица... Скажи, что я начинал, братишка. Улица длится, длится, не спится, засыпай. Не могу остановиться, зажигай. Наблюдаю за собой там. Со стороны раны не зажили. Долго кружили вдох. Снова тени ожили. Были, любили, забили, оставили там. Я не вернусь, и снова не будет весны. Я поднимусь, я уже не боюсь высоты. Я не хочу, чтобы ты, я не хочу, чтобы я, часами, словами, бесами, грузили себя. Я не хочу, чтобы я, часами, бесами, 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 бесами. Можно смеяться, не приземляться Трудно понять, легко догадаться Нет, нет, нет того, чтобы было Опять догонять, время не ждать Можно сгореть, не успеть, не допить, не догнать Не узнать, потеряться, можно смеяться Трудно понять, легко догадаться Я не вернусь и снова не будет весны Я поднимусь, я уже не боюсь высоты Я не хочу, чтобы ты, я не хочу, чтобы я Стихами, кругами, руками закрыли себя Ответы У меня есть вопросы В папиросе, да просто Спроси меня, где ты И где я иду, в никуда Горят провода и депраты Сухая вода, бесконечная нота Спроси меня, кто ты Никто, но я здесь навсегда Я же вернусь и снова наступит весна Когда я проснусь, я знаю, тебе не до сна Я так хочу, чтобы ты Я так хочу, чтобы я Дышали одной тишиной и не видели дня Я так хочу, чтобы ты Я так хочу, чтобы я Дышали одну тишину и не видели Я думаю, что этот парень не может справиться уже и без меня Спасибо Это был я, уличный музыкант Евгений Уличные музыканты, Дэвид, духовные И все туда-сюда